Внимание! Словно молодой человек опасается, что его не будут слышать и слушать, и поэтому необходимо начинать кричать, чтобы услышали точно. Я ищу зрелую женщину по теме секса. Если ты еще не зрелая, то, пожалуйста, мне не пиши. И обратите внимание, вот какие слои важно замечать в посланиях. Это пристройка. Откуда звучат эти сообщения? Сверху, на равных или снизу? Сверху. То есть мне гораздо виднее, какой ты должна быть. Сверху. Если ты не зрелая, ты мне не подойдешь. Ты должна быть именно такой. Кроме того, еще важно замечать жизненную позицию, которыми пропитано сообщение. Их можно четыре вести. Я в порядке, а ты нет. Я не в порядке, а ты в порядке. С нами обоими все в порядке. Или с нами обоими все не в порядке. И вот в зависимости от того, какая у человека жизненная позиция, так он и организует свою жизнь. Я тут в порядке, а вот ты нет. Но надеюсь, ты в порядке будешь, если будешь соответствовать моим фильтрам. Кроме того, важно еще поднимать на поверхность гипотезы и предположить, а в каком состоянии пребывал человек, когда это формулировал. Вот какой образ вы здесь можете представить? Знаете, как правило, в каком состоянии человек пребывает, даже формулируя краткие послания, то зачастую он вообще в целом и в жизни пребывает в такого рода состоянии. Как человек проявляется в малых деталях, так он, как правило, проявляется и во всем. Важно также замечать, вы это видите сейчас сверху, и предполагать, а какие убеждения могут за словами находиться. То есть мы будем рассматривать сквозь призму и этой идеи эти сообщения. Есть ли там манипуляции, крючки? Это я вам покажу. И кроме того, из каких соглашений состоит призыв в этом сообщении, как и в других? Из подразумеваемых или из выраженных? Тоже будем рассматривать. Итак, ключевым является замечать пристройку. Внимание! Так должно быть. И никак иначе. И попробуй иначе. Я тебя тогда ударю или буду наказывать игнором. Сверху. Либо бывает пристройка снизу. Я надеюсь, что мне, может быть, хотя бы немного повезет, и я повстречаю человека, с кем вместе мы будем счастливы. Может быть, но, наверное, не точно. Либо на равных. Ну, давай посмотрим, как мы можем быть друг для друга полезными, а потом и решим, насколько мы созвучны. Жизненная позиция тоже. Она, так сказать, ею пропитаны сообщениями. Вообще, до чего бы человек ни касался, он оставляет на другом отпечаток своего пальца, присмотревшись к которому, можно и жизненную позицию разглядеть. Я ищу зрелую женщину по теме секса. И читаем внимательно. Внимание и читаем внимательно. Знаете, создает такой образ, где перед этим человеком другой собеседник молчит, но необходимо заранее убедиться в том, чтобы он меня слышал. Поэтому вот так вот должно быть. Вот так. Слушай меня внимательно. Вот так вот. Видите, я сверху в данном случае, и я в порядке, а ты нет. И кроме того, ищу зрелую женщину, словно ищу человека, который будет точно так же меня чмырить, как я привык чмырить других. Что о себе? 35 лет, блондин, рост 178, образование высшее. Поэтому имейте в виду, если у вас образование не высшее, то вы еще недостаточно хороши, чтобы со мной общаться. Ну, интересы разносторонние. Сами понимаете, я человек с богатым внутренним миром. Буду рад знакомству с женщиной до 55 лет. Кстати, поэтому если вам 54 года, и через неделю у вас день рождения, то вы, может быть, еще успеете. Вам может посчастливиться, значит. Но если вам вчера исполнилось 55, то извините, пожалуйста, уже поздно. Которая заинтересована в сексуальных встречах, раскована, не закомплексована, любит игрушки и разнообразный секс. Не Альфонс и не спонсор. И вот обратите внимание, не Альфонс и не спонсор. То есть уже в картине мира есть понимание, что главная мотивация во взаимоотношениях – это именно некая нажива. Серьезные отношения не интересуют. Обязательно в высоком регистре не. Чтобы точно услышали, а то вдруг не услышат. И восклицательных знаков много не бывает. Проститутки, секс за подарки и тому подобное не интересуют никак. Я еще не в том состоянии, молод еще. Если интересно, то жду сообщения. Вот как бы вы раскрыли сквозь призму того, что вы наблюдаете сверху сейчас на экране, это послание. Как минимум, замечать сверху, снизу или на равных, и какая жизненная позиция является крайне важным. Грубо говоря, любое предложение, да любые слова несут в себе кодировку принадлежности к пристройке и к жизненной позиции. Ну что ж, пожелаем всего хорошего этому рыцарю сердца, правда? Которое наверняка в поисках мамы, которая будет привычным образом его чмырить и давать возможность чмырить других в то же время. Двигаемся дальше. Я не знаю, что ты в языках, а ты минимум на три. Но знай, что, что бы ни происходило, я всегда гораздо лучше, чем ты. Я живу в Швейцарии, а ты давно собираешься переехать, нужен был пинок. Видишь, насколько я шедеврален и блестящ, и тебе ой, как далеко до меня, как бы ты ни старалась. Я из IT, а ты тоже с образованием и интеллектом, умеешь не только тратить деньги. Да, у тебя хорошая семья, и тебе не нужно носить им стаканы с водой. У тебя нет детей, и с бывшими твои отношения закрыты окончательно. Предложение в ЛС. Личные сообщения. Так предполагаю, это расшифровывается. Вот здесь тоже. Какая пристройка вы здесь наблюдаете? Да, сверху родитель ищет себе дочечку. И кроме того, какая жизненная позиция? Я блестящ, а ты нет, но попробуй доказать мне обратное. Ты же не хочешь, чтобы я смотрел на тебя с презрением? И вот здесь тоже важная деталь. Предположить, а как вы думаете, в каком состоянии И набирался этот текст? Я настолько шедеврален. Хотя на самом деле нет, но необходимо это скрывать и постоянно подчеркивать мою шедевральность. А то вдруг кто-то заметит, насколько не уверен в себе я. Какие убеждения за словами здесь тоже могут быть? Вот здесь, конечно, это все гипотезы, в первую очередь, поднимать на поверхность которой может быть полезным. Но в первую очередь это гипотезы. То есть нельзя сказать, что это аксиомы. И так вот, какие здесь убеждения за словами могут быть? Меня окружают недостойные люди. И чтобы общаться со мной, они должны доказать, что достойны быть не менее блестящим, чем являюсь я. Ну и кроме того, видите, как много вызовов и вообще я-я-я, вот своего рода это местоимение в первом лице, оно здесь громко о себе кричит. Я, а ты будешь меня обслуживать. Первый не пишу, фото члена не отправляю. Не пьющие мимо. Видимо, наверняка все только об этом его и просят. Сразу делает известным. Пожалуйста, что угодно, но вот фото члена у меня не спрашивайте, пожалуйста. Увлекаюсь самосовершенствованием. Да, судя по первым двум строкам, это явно видно. Путешествиями, иностранными языками, спортом умею вдохновлять женщину на победы. И высокий заработок, чтобы иметь возможность внушать ей, что какие бы у нее победы ни были, это все произошло благодаря мне. С меня секс, забота, ласка, домашний уют, вдохновение. С вас всего лишь обеспечение семьи. Ну, всего лишь. Разве? Обратите внимание, что какую ценность создаю я в отношениях. А с тебя, ну, всего лишь. Видишь, с меня сколько всего. Всего классного и ценного. Ну, а с тебя вот всего лишь вот это. Поэтому, как бы ты ни старалась, этого будет все равно недостаточно всегда. Еще важная деталь. Раз данные обыватели уже находятся в поисках взаимоотношений, надеясь, что они смогут привлечь счастье в их жизни, то уже получается, они в том состоянии, когда этого не умудрились построить. И поэтому, как правило, вот в такого рода слепках, в отпечатках пальцев, в сообщениях, уже сквозит то, что и создает проблемы в жизни человека. Большая просьба не беспокоить нищебродкам, халявщицам, бомжадницам без своего жилья, жирным и старым, обиженным и нытиком, чмошницам, живущим с мамами, бабам, которым парни не дают. Но потом в конце, ну ладно, без обид, но это, конечно, без обид. Знаете, в дальнейшем можно предположить такого рода ситуацию. Видишь, как я много для тебя делаю, а ты совсем не вкладываешься на наши взаимоотношения. Я просто говорю тебе, как есть на самом деле, без обид, пожалуйста. Вот это без обид, это универсальная формулировка, которой человек пытается замазать то, что перед этим ударил плетью другого. И еще своего рода такое убеждение здесь сквозит, что меня окружают только нищебродки, халявщицы, бомжатницы, но я надеюсь, ты не такая. Но как бы ты ни пыталась, наверняка у тебя не получится убедить меня в обратном. Ведь ты, скорее всего, именно такой станешь, как и бывшие мои, которые именно такими и были. Или стали, благодаря моим активным ожиданиям. Если человек уверен в том, что все бабы-дуры, например, или все мужики-козлы, то будет создавать такие взаимоотношения, и приглашать в жизнь таких людей бессознательно, чтобы найти подтверждение своим убеждениям, а в чем выбираете быть уверенными вы. Ну, во-первых, здесь тоже какая пристройка, конечно, сверху. Родитель, ты должна быть такой, но попробуй докажи мне, что ты другая. И жизненная позиция, я-то в порядке и блестящ, а вот ты нет. Но докажи мне обратное. Хочу влюбиться в смелую девушку. И потом смайлик. Видимо, человеку стыдно это писать. И чтобы немножко скрасить свой внутренний стыд, есть необходимость как бы заранее извиниться высунутым языком. Я хороший, добрый, молодой человек. Я надеюсь, что вы не будете обо мне думать иначе, и поэтому сразу начинаю перед вами оправдываться. Я же хороший, добрый, молодой. Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений и создания семьи. Желательно район такой-то, стройную, веселую, жизнерадостную. И желательно хочу познакомиться с девушкой без комплексов и пафосов. А вот если ты мне скажешь нет, то это значит у тебя комплексы и пафос. Видите, заранее словно стелит солому, чтобы иметь возможность потом внушать чувство вины в другого человека через то, что он имеет комплексы и пафос. Если этот человек решит сказать нет. Ну понятно, это просто комплексы и пафос, что там взять-то? Смелая? Интересно, насколько сможешь дать себя трусики мне? Верну. Интересно, насколько ты нежадная и смелая? Нравятся девушке без комплексов? Видите, это слово повторяется, видимо, где-то начитался. Знаете, это универсальная формулировка. Ну ты не делаешь то, что мне надо, значит, у тебя комплексы. Ну понятно. Я жду тебя очень и огонечек. Если все устраивает, то сердечко. Вот давайте здесь посмотрим с точки зрения и вот крючка, так сказать, манипуляшечки. Напиши мне, чтобы доказать обратное. Ведь я изначально вижу тебя человеком с комплексами. Поэтому сделай все, что мне нужно, чтобы я думал о тебе иначе. Только для серьезных отношений. Не женат и не был женат. Причины банальны. Пытался знакомиться на улице, но, возможно, дело во внешности или не в оригинальных подкатах. В общем, печаль, беда. Видите, уже изначально начинает себя очмырить. То есть я не в порядке, но вот вы в порядке. И, пожалуйста, простите меня. О себе. Работа есть. Собака тоже. Живет дома. Вряд ли откажусь от нее. К религии нейтрален. ПС. Просьба не ставить лайк из-за собаки. Но собаку я обязательно поставлю и сделаю известным, что она есть. Искушая таким образом по этому поводу лайки ставить. Но попрошу вас, пожалуйста, из-за собаки лайки не ставить. Спасибо, конечно, но это создает некоторые трудности. Тоже, видите, такое желание немножко бровки домиком построить, личико свое опустить, чтобы как бы искушать другого себя наказать или себя, наконец, простить. И, кроме того, заранее извиняется, что причины, почему я здесь, банальны. И я вот сразу об этом говорю, чтобы вы меня не чмырили, ведь я сам изначально регулярно сам в голове своей себя чмырю. Обо мне. Просто в влагалище рот и анус неинтересны. Да, поэтому необходимо как минимум посыпать их пудрой, чтобы интересными они стали. Попробуйте завлечь умом уверенностью. Нету, значит, мимо. Само слово «нету» с «у» на конце уже красноречиво намекает о наличии или отсутствии ума, правда? Ну и к тому же, скорее всего, спонтанные двойные пробелы, как критерий контроля. Но ничего страшного. Здесь тоже обратите внимание, как складывается впечатление, словно человек говорит о других, но он говорит о себе в первую очередь. Разве может быть у женщины хоть что-нибудь, кроме влагалища, рта и ануса? И как правило, именно этим они и пытаются к себе привлечь. Но я вот не такой, и я ищу людей с богатым внутренним миром, и я надеюсь, ты не такая. Поэтому изначально, пожалуйста, соответствуй моим ожиданиям, и только потом я подумаю, смогу ли я уделить тебе время и буду. Но если ты будешь достаточно стараться, то так уж и быть, возможность на себя посмотреть я тебе дам. А если нет, значит мимо. Звучит как угроза. Просто парень. Работаю, но порой гуляю. Ну так, ничего особенного. Я просто птенчик. Курю и порой пропускаю стаканчик другой крепкого. В чате могу быть костноязычным, прошу прощения. Видите, заранее извиняется. А извинение это та еще манипуляция, чтобы ставить в неловкое положение собеседника, плавно тисками выкручивая ему руки и вынуждая делать то, что нужно манипулятору. За чашкой чая могу быть болтливым, но вы заранее меня извините по этому поводу. Здесь, наверное, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Наверное, тоже как деталь. Ну или просто, чтобы найти с кем выпить чаю, да разделить краюху круассана. Смотрите, здесь тоже с точки зрения пристройки. Снизу, да, наблюдаете, как бы словно в поисках мамочки, которая наконец простит, находится. Ну и жизненная позиция. Я-то не в порядке, ну а вы в порядке. Но я просто парень. Ну так, ну извините, прошу прощения, наверное. Ну вот я снизу. Интересно, много ли тут людей, которые читают весь этот текст? Они проматывают быстро вниз. То есть я уже вижу вас идиотами, но надеюсь, среди вас найдется хоть кто-нибудь с мозгами, кто выполнит те команды, которые здесь я сформулировал. Уверен, что точно меньше того количества зазнаек, считающих, что им все тут должны, а от того игнорирующих такие базовые понятия, как этикеты и уважение к собеседнику. Немножко попытка давить своим интеллектом, как бы между строк показывая, смотри, какой я умный, в отличие от тебя. Но если ты не хочешь, чтобы я считал тебя дурой, поэтому, пожалуйста, сделай то, о чем тут будет идти речь. Но это интернет, тут люди показывают себя настоящих, и это печально, да. Какие богатые моральные качества, разве это не чудо? Этот человек точно знает, чего от жизни хочет. Может подумать, какая-нибудь доверчивая особа. Королева, который любой тут же обязан написать пароль от своих фото, даже если сама собеседница сидит под замком, уже изначально видит других своими врагами и опасностью, и поэтому совершает упреждающий удар. Королева, на райдер которой в анкете каждый просто обязан ориентироваться, несмотря на всю его неадекватность, которая в купе с фото говорит о многом. Здесь надо привожить усилия, чтобы понимать, о чем здесь идет речь. Но понимать того, что есть, видите, скорость необходимости показать себя очень умным гораздо быстрее скорости орфографии, правда? И тут много всего можно написать, но, конечно, я не буду. Даже пароль пиу-пиу к своим фото, но зачем, если все равно никто не станет читать? Ну, немножко жалости к себе. Понимаете, что вот эта агрессивность, которую здесь я демонстрирую, это просто побочный эффект той боли, которую принесли мне уже другие люди. Ну и пара слов о себе. Было грустно, вот и зарегистрировался тут. Чего терять-то и заранее извинился? Итак, вот эта важная деталь, видите, и сверху, так сказать, какой ты должна быть, и снизу, ну вы уж извините, ну чего терять, вот поэтому я и извиняюсь перед вами. Вот поэтому и зарегистрировался. Но заранее простите меня, пожалуйста, великодушно. Немножко было стыдновато, но я все-таки сделал. Ну вот, а ты должна быть такой, как вот я здесь написал. «Ищу девушку для семьи, готовую переехать в частный дом». Частный с большой буквой. Звучит заманчиво, правда? В хорошем городе, в Подмосковье. Кому хочется быть за мужем, в прямом смысле этого слова, мечтающую о большой семье, три и более детей. Если ты без карьерных устремлений и твои достижения связаны только с семьей, пойдем вместе в счастливую, спокойную, тихую, размеренную жизнь. Но разве может быть она такой, если она сейчас такой не является? Домашний уют и приятные вечера, садоводство. Девушка от 25. Умная, ухоженная, приятные глаза, хорошая фигура. Без ВП и без тату. Если ты мечта, то пиши мне. И твой папочка тебя ждет. Да, своего рода здесь есть необходимость в четырех детях, первой из которых будет эта девушка. И еще здесь такой выбор без выбора. Если ты без карьерных устремлений, и твои достижения связаны только с семьей, словно это неотчуждаемые друг от друга понятия, они формируют жизненную систему. Если у человека на данном этапе нет достижения хоть в чем-то, то и в семье, скорее всего, достижений никаких не будет. С одной стороны, я требую от тебя вызов, но с другой стороны, я требую от тебя, чтобы способности этот вызов сдержать у тебя не было. Пароль от фото 1. Может быть, это описание к фотографии. Чтобы зря не тратили время. То есть, мне заранее виднее, когда вы время тратите зря, а когда нет, потому что я умею читать ваши мысли. Место для встреч не имею, и организовать тоже, потому что я нищий, и в данное время в поиске ночлега. Знаете, своего рода давит откровенностью. Если на эту откровенность какая-нибудь доверчивая подружаечка клюнет, то тогда, значит, клюнет и на все остальное. Но я, видите, забочусь о вас, и поэтому сразу говорю, что не надо тратить зря время напрасно, и поэтому говорю, что к чему. Потому что мне гораздо виднее, чем вам, на что вы тратите время ценно, а на что напрасно. Для милых девушек и дам, а также адекватных пар. Познакомлюсь с девушкой или дамой для свободных, возможно, серьезных отношений, постоянных встреч и новых приятных ощущений. Звучит заманчиво, правда? Надо приложить усилия, чтобы найти в себе силы отказаться. Также, возможно, дружеское общение с парой МЖ. Опыта вполне достаточно. Готов к экспериментам. С парнями просто переписка или занятия спортом, хотя вряд ли тут есть такие. Немного о себе. Не красавец, да и х с ним. Метис на половину русский, на другую кавказский. Характер спокойный, добрый, адекватный, почти без вредных привычек. Вот это тоже важная деталь. Не красавец, а как бы с другой стороны, да и не важно. Вот так, если это не важно, то какой смысл тогда делать это известным? Немножко, так сказать, себя ударил, а потом позволил себе роскошь опустить плёточку. Горячий, ласковый романтик с неугомонным потенциалом и со стойким стержнем. Знаете, так сказать, человек может хотеть только то, что он может. Бывает, человек считает, что у него фантастический потенциал, а по факту нет ничего. Но то, что у человека в жизни есть, и есть показатель его потенциала. Этот потенциал всегда является развернутым, и то, что он из себя представляет, это то, что человек из себя представляет сейчас. Горячий, ласковый романтик. Ну, это про меня, наверное. Ладно, в сексе разносторонний. Смена ролей я могу быть нежным или жёстким. Заранее извиняю за свою пошлость. Да, видите, как прорывается изнутри необходимость прикрыть свой... Немножко стыдновато, что я здесь. Но не красавец. И заранее извиняю за свою пошлость. Кого заинтересовал, пишите в личку. Буду безумно рад знакомству. Для лицемеров. Уже изначально вижу людей плохими лицемерами. И поэтому я заранее бью вас. И между строк. Но я же надеюсь, ты не лицемер. И именно поэтому будешь делать то, что я здесь говорю. Потому что люди делятся на две большие категории. Это хорошие ребята, которые послушно выполняют команды и делают то, что нужно. Дадут возможность мне у них пожить, так сказать. И это лицемеры, которые, значит, не принимают меня и не делают то, что надо мне. Грехи других судить вы так усердно рветесь. Начните со своих и до чужих не доберетесь. Судя по всему, внутренний мир может быть каким угодно. Но то, что он богатый, это точно. Разве человек без богатого внутреннего мира будет цитировать Шекспира? И напоследок. Желаю вам всего вдвойне, чего желаете вы мне. Спасибо за внимание. Звучит как угроза, правда? Уже изначально формируют в своем воображении людей, которые, значит, его не принимают. И они лицемеры. Может быть, и раньше его не принимали никогда. И для этого есть необходимость создавать соответствующие ситуации, чтобы подтверждать свои убеждения. Ведь человек по умолчанию создает такие взаимоотношения, чтобы проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. Итак, у нас за плечами 10 анкет. Мужчины. Исследование анкет на сайтах знакомств. Смело пишите в комментариях, что было для вас интересным, созвучным, забавным даже, а иногда и, наверное, не смешно. С вами Альберт Сафин. И имейте в виду, что вот эти анкеты я смело беру из канала в Телеграме, именно из ваших рекомендаций. Поэтому можете скидывать их там, опубликовывать. Я посмотрю и буду размышлять, как выпуск их взять. Мои дорогие, это наш с вами совместный танец. А что ценное здесь вы извлекли? Смело пишите в комментариях. До скорых встреч, мои дорогие. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok